Сочи помыли Михаила Архангела. Статую небесного покровителя курорта привели в порядок ко дню города. В Сочи вручили золотого Прометея. Победителей городской премии в области гостеприимства выбрали сами сочинцы. Уроки физкультуры теперь на свежем воздухе. В Сочи отремонтировали 15 школьных спортплощадок. Вместо пустыря – подарок ко дню города. В Адлерском микрорайоне «Голубые дали» открыт новый сквер. Комбайны, тракторы, сеялки – это лишь небольшая часть экспозиции. Сотни предприятий, большинство из них российские. Кубанские производители представили не только удобрения и семена, но и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Умная техника продолжает удивлять даже самых искушенных фермеров. Достижение инженерной мысли оценил и губернатор края. С помощью чего аграрии будут добиваться рекордных урожаев в следующем году, узнаем из следующего сюжета. В битве за урожай такой телескопический погрузчик – незаменимый помощник для аграриев. Машина может с легкостью перевести рулоны сена с одного поля на другое, а также пересыпать зерно, удобрения и силос. Такой телескоп – первый в России и разработали его в Краснодарском крае. Сделан исключительно из отечественных комплектующих, да и цена в несколько раз дешевле, чем у импортного аналога. Универсальная машинка, которая благодаря сменным рабочим органам может выполнять различные работы, которые необходимы в сельском хозяйстве. Вот это вот приспособление для загрузки силоса для работы на ферме, вот это для обслуживания дорог, на строительстве помогает. Здесь он универсальный, он может работать как ковш, при открытии он может работать как бульдозер. Не случайно сельскохозяйственный год в крае завершается выставкой Югагра. Ключевые игроки на поле зерноуборочной комбайны покинули урожайные Нивы. Однако производители техники затеяли свое сражение за покупателей. Один завод старается перешеголять другой, заманивая выдающимися характеристиками. Вот, к примеру, Мерседес среди сельхозмашин, комбайн фирмы Клаас. Сегодня он входит в сотни лучших товаров России в агропромышленном комплексе. Самый такой важный элемент это очень современная система сепарации, которая вот именно называется АПС-хибрид, и которая вот именно обеспечивает одной стороны работу под любым погодным условием, да, и вот именно выполняет все требования, скажем так, по экономическим параметрам наших клиентов. Комбайн немецкой фирмы, хоть и представлен на стенде мировых лидеров рынка, но вот произвели его полностью на заводе компании в Кубанской столице. От раскройки листового металла до готовой сельхозмашины. О достоинствах техники губернатор рассказывает директор краснодарского предприятия Клаас Ральф Бендиш. Вениамин Кондратьев подчеркивает, это именно наш отечественный комбайн, который сегодня доступен для сельхозпроизводителей. Клаас на 65% не собирается в России, а производится в России. Это уже тот факт, который на самом деле говорит, что он по-настоящему российский комбайн. Мы хотим больше 600 миллионов еще вложить в производство, расширим производственные площади, создаем новые рабочие места. То есть программа локализации и адаптации этой техники в России, она несет свои плоды. Сегодня мы можем констатировать, что и высокотехнологичное сельское хозяйство в нашем регионе, да и в целом по России, ну и, конечно, высокотехнологичная сельхозтехника. То, что ваша сельхозтехника, как у нас в народе говорят, премиум класса, безусловно, но она должна быть, и у нее есть тоже свой покупатель. Я считаю, что сегодня в России должна быть любая техника, но качественная и на любой карман селянина. Отрасль сельского хозяйства сегодня не может отставать от высоких технологий. Только в этом году Агрария и Край закупили технику более чем на 9 миллиардов рублей. Главное, что у потребителя появился выбор. Потребитель, как бы, он, естественно, выбирает ту технику, которая максимально ему доступна и по цене, но, естественно, по качеству. Но вопрос в том, что сегодня на современном этапе развития России у нас есть разная техника, но она вся качественная. Она качественная. Это принципиально важно. Сохранить этот баланс цены, качества и доступности для любого кошелька сельхозтоваропроизводителя, сельхозтехники. Для любого. Каждый год Агрария и Край собирают все больше зерна, овощей и бахчевых. Дело не только в качественной технике. Высокий урожай – это во многом заслуга кубанских ученых. В условиях мировых санкций производство собственных семян становится задачей стратегической. Мы сейчас занимаемся созданием сортовых гибридов основных маслячных культур для всех регионов Российской Федерации. Наши сорта районированы и гибриды районированы по всей Российской Федерации, широко известны за рубежом. Если мы будем говорить без конца о современной сельхозтехнике, о инновациях и не говорить о семенах, можно не говорить о высокотехнологичном сельском хозяйстве и о будущем сельского хозяйства, можно не говорить. Семена – отечественные семена. Наша селекция, еще и кубанская для нас. Это принципиально важно. И важно, чтобы такие институты занимались не товарной пшеницей, либо семечкой, либо еще там, а именно занимались семеноводством. По-настоящему сегодня мы не можем отдать пальму первенству никому в семеноводстве. Никому. Потому что это очень дорого может обойтись, пусть не нам, но нашим последующим поколениям. В 2030 году, согласно стратегии развития, агропромышленный комплекс Кубани должен выйти на новый уровень, стать умным, высокотехнологичным и, что важно, экологичным. Свои методы, как получать высокий урожай без вреда для земли, аграрии предлагают на выставке. Например, утилизация. Немаловажную роль играет экологичность. Сегодня, насколько мы можем сделать так, чтобы полиэтилен не остался на полях. Сегодня это проблема, о которой тоже нельзя не говорить. Поэтому вот здесь нам нужно максимально контролировать, в том числе и то, чтобы полиэтилен, после того, когда мы соберем урожай, не остался лежать. Показываем, учим фермеров, как нужно обращаться с отходами. Потому что это теплицы, капельные ленты, трубы, все это. Знаете, очень важно, чтобы мы не только зарабатывали на сельском хозяйстве, но еще и оставили нашу землю максимально плодородной на будущие поколения. Сельское хозяйство края ставит рекорды не только благодаря высокотехнологичной технике и собственной селекции. Экономическую эффективность аграрии видят в переходе на альтернативные источники энергии, что способствует энергосбережению и поможет решить вопросы с перебоями. Однако не все предприятия готовы инвестировать в такие решения. Не готовы сегодня наши сети к тому, чтобы была альтернативная энергетика. Это сегодня вопрос, на котором нужно еще работать и он требует своего разрешения. Но тем не менее, локально, без учета перетоков сеть, мы облегчаем нагрузку на сети, мы облегчаем платежи нашим фермерам. На Северском районе, в Львовском, мы на Коровнике, по графинной Кубани, мы поставили 100-киловаттную станцию. У них экономия до 70% идет по платежам за электроэнергию. Здесь вопрос в том, что мы готовы вас поддерживать, но в первую очередь вас должны поддержать наши сельхозпроизводители. Доказать с точки зрения экономики, что вы выгоднее, чем традиционное электричество. Но это вопрос уже времени и рынка. Общая площадь выставки превышает 65 тысяч квадратных метров. В ней принимают участие более 700 компаний из России и зарубежных стран. Отдельный стенд для кубанских производителей. Губернатор показывает, что уже в обиходе у аграриев сейлки, машина для сбора винограда и даже универсальная тележка – прицеп-трансформер. Мы должны сегодня максимально их защищать, наших производителей сельхозтехники, и продвигать. Они сделали самую главную, выполнили задачу, они ее создали. Они ее внедряют. Но во внедрении и максимальная популяризация ее – это, коллеги, наша совместная задача. Мы были на том стенде, где они говорят абсолютно, нам надо попасть в программу не поддержки производителей сельхозтехники, а программу конкурентоспособности для производителей сельхозтехники. И это сегодня стратегически важно – помочь нашим производителям сельхозтехники попасть в различные программы, которые позволяют им быть конкурентоспособными всего лишь навсего, конкурентоспособными. Вот и все. Я полностью считаю, что это стратегическая задача, коллеги, и для вас, Василий Александрович, и для вас, Андрей Николаевич, сделать все, чтобы они попали в эти программы. Международная сельскохозяйственная выставка «Югагра» будет работать в Краснодаре до 22 ноября. Аграрии смогут не только посмотреть на современную технику и оценить новые разработки, а также посетить профильные мастер-классы и лекции. Главе Русской Православной Церкви исполняется 73 года в правительственную телеграмму с поздравлениями патриарху московскому и всеаруси Кириллу направил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что под руководством патриарха Кирилла Русская Православная Церковь остается мощным объединяющим началом и фундаментом страны, источником веры и внутренней силы для всех православных россиян. В наш век материальных благ, высокие нравственные ценности, идеалы, милосердия, взаимопомощь и сострадание к ближнему, которые утверждает православие, приобретают особое значение. С вашей помощью мы также стремимся к духовному преображению, воспитываем детей и молодежь на принципах патриотизма, нравственности и добра. Уверен, что большой подвижнический труд, глубокая заинтересованность в судьбе России помогут вам и впредь ввести за собой многочисленную православную паству. Сегодня на Кубани при содействии главы Русской Православной Церкви строятся десятки храмов, появляются новые приходы, усиливается роль казачества. Кирилл возглавляет московский патриархат уже больше десяти лет. А в Сочи помыли Михаила Архангела огромную статую небесного покровителя курорта, привели в порядок в преддверии Дня города. Монумент был установлен на курортном проспекте в 2006 году. Бронзовая 7-метровая скульптура стоит на 20-метровой железобетонной колонне. Основанием для нее служит 5-метровый подиум из красного гранита. Архангел в правой руке держит большой меч, а в левой – крест. Для очистки монумента от грязи и пыли специалисты использовали аппарат высокого давления с подогревом воды. Химические средства решили не применять. Водные процедуры для сочинского памятника – это подарок компании. Все работы выполняются безвозмездно. В рамках такой программы были отмыты колоннады на площади Святого Петра в Риме, Бранденбургские ворота в Берлине, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, колоссы Мемнана в Египте и скульптуры американских президентов на горе Рашмор. А еще памятник Юрию Гагарину в Москве и Пушкину в Санкт-Петербурге. В Сочи вручили «Золотого Прометея» – так называется премия в области гостеприимства. Заветные статуэтки лучшим отелям, санаториям, стартапам и объектам показа вручили накануне в Зимнем театре. Там объявили и лучших в номинациях «Прорыв года» и «Человек года». Расскажет Ольга Десятого. Это вторая премия «Золотой Прометей» в Сочи. Ее теперь уже по традиции вручают в преддверии Дня города. Отмечают отели, санатории, рестораны и объекты показа лучших в области гостеприимства. На самом деле это наша сочинская история. Прометей, все мы прекрасно знаем, что Прометей был прикован на Орлиных скалах. И год от года предприятия хотят попадать в этот финальный шорт-лист и активно просят за себя голосовать. Премию «Золотой Прометей» называют «Туристическим Оскаром». Она проходит в Зимнем театре. Ведущие – известные журналисты Ирина Муромцева и Кирилл Набутов. На сцене – звезды российской эстрады. Ну а сами номинанты, получая «Прометей», демонстрируют эмоции, достойные настоящего Оскара. Обнимаю прям от души всех. Люблю вас. Победители выбирали народным голосованием. Оно было открыто на сайте премии. Свои голоса за номинантов отдали около 27 тысяч человек. Заветные статуэтки вручали в 16 номинациях. В этом году добавили две новые – лучший объект турпоказа и лучший экологический проект. Открывая премию, мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал статуэтку «Прометея» знаком качества в области гостеприимства. Это действительно лучшие из лучших. Те, на которых нужно равняться и которым можно гордиться. В этом году конкурс проходил по девизам «Сочи» в четыре сезона. И это неудивительно. Наш город уже давно перестал быть межсезонным. Развитие курорта – это и вклад в экологию. Премию в номинации «Прорыв» получил директор пляжа «Приморский» Владислав Тепляков за полученные голубые флаги. Эта международная награда присуждается тем пляжам, которые отвечают самым высоким требованиям по экологии, безопасности и сервису. Мы над этим работали, боролись за чистые пляжи, за чистое море. Я думаю, что нужно начинать, нужно этим заниматься. Все вопросы важны, но никто не должен забывать об экологии. Это то, что нас окружает. Своего «Прометея» получил и «Человек года» Виталий Бубенин – герой Советского Союза. Госнаграды его удостоили за проведение операции по охране госграницы во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. И сегодня Виталий Бубенин в свои 80 как посол доброй воли ездит по стране, призывает всех к здоровому образу жизни и приглашает в главную здравницу страны – Сочи. Ольга Десятого, Алексей Добыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 21 ноября в Сочи облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 12-14 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 16 градусов. В Красной Поляне облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем 9-11 градусов выше нуля. Сочинских мастеров наградили знаками почета за профессионализм. Сегодня в администрации города чествовали победителей городского конкурса, который ежегодно проводится на курорте в преддверии Дня города. 10 номинаций и 25 победителей лучших в профессии сегодня поздравил глава города Сочи. Городской конкурс «Сочинские мастера» проводится на курорте с 2012 года. Его цель – повышение престижа высококвалифицированного труда. Всем спасибо за то, что вы работаете на благо нашего города, на благо всех наших жителей, всех наших туристов. Хорошо, когда есть вы, когда есть ваши коллективы, ваши победы. И советую вам всем всегда поднимать планку. Добились определенных результатов, переговорились со своей командой и новые, новые, новые победы. И тогда мы будем еще больше, еще сильнее, и о нас будут слышать многие-многие, будут больше приезжать людей. И в итоге у нас в целом будет все всегда хорошо. Номинаций в конкурсе 10. Лучший общественный деятель, лучший работник туристической, потребительской сфер, сферы экономики, физкультуры, образования, отрасли культуры. Знак почета за профессиональное мастерство сегодня вручили и Ксении Ашченко. Она хореограф, пишет научные статьи на тему балета. А танцевальный коллектив Ксении – постоянный участник всех городских мероприятий. Конечно, это безумно приятно. И то, что глава нам вручает, очень много теплых слов. Очень приятно увидеть коллег своих, услышать, кто в какой сфере. Сразу, может быть, как-то себе наметить, с кем бы я смогла дальше работать. То есть это очень ценный опыт. После вот таких мероприятий хочется еще больше идти к каким-то новым завоеваниям и достигать поставленных целей. Это прям воодушевляет очень сильно. Напомню, конкурс посвящен Дню города, который Сочи отмечает 21 ноября. Празднование же продлится по воскресенье включительно. В Сочи появился новый сквер. Такой подарок о Дню города получили жители Адлерского микрорайона «Голубые дали». Уютная площадка для игр и тренировок появилась в районе местной школы. Недалеко и детская поликлиника, и библиотека. Много детей и в соседних домах. Но поиграть интересно и безопасно малышам было негде. Да и подросткам приходилось искать турники для уличных тренировок. Теперь на бывшем пустыре благоустроен новый сквер. Здесь, во-первых, пустырь был. И поэтому все жители «Голубых дали», и я в том числе, рада и довольна, что у нас появляются такие скверы, парки, воркауты. Этот сквер – подарок местным жителям ко Дню города. Все работы проведены в рамках проекта «Комфортная городская среда». Большое спасибо строителям, которые действительно сумели к Дню города осуществить данное мероприятие. Теперь для нас, для всех, главное сберечь то, что мы с вами сделали. Это будет хороший подарок для города. Сегодня в Адлере ко Дню города открыли и новую спортплощадку на улице Революции. И такой же сквер в поселке Красная Поляна. Алексей Копайгородский поздравил сотрудников сочинского избиркома с юбилеем создания системы. Встреча с председателем избирательной комиссии Сочи Валентиной Ткачевой состоялась в мэрии курорта. Сегодня на курорте действуют 226 избирательных комиссий, в которых работают свыше 2500 человек. В следующем году им придется потрудиться. Состоятся выборы губернатора и депутатов законодательного собрания Краснодарского края. Работу необходимо организовать так, чтобы каждый житель мог сделать свой осознанный выбор, отметил глава города. Впереди у нас сентябрь 2020 года, который ставит перед нами огромное количество задач. Мы их должны, конечно же, выполнить, организовать систему работы так, чтобы каждый житель города Сочи и все те, кто имеет право в этот день голосовать, сделали свой государственный выбор, свой государственный шаг и не испытывали никакого дискомфорта. Избирательный процесс не стоит на месте. Сюда активно внедряются современные технологии. В следующем году планируется внедрение по всей стране тысячи цифровых избирательных участков. Мы отдали предложение на размещение 35 цифровых избирательных участков. Это что за избирательные участки? Это избирательные участки, которые позволяют гражданам Российской Федерации проголосовать на своих выборах. Например, в Астрахани будут выборы законодательного собрания, либо губернаторы. И находясь здесь на отдыхе, избиратели могут прийти на этот избирательный участок при помощи терминала для голосования, получить избирательный бюллетень и как бы дистанционно проголосовать. День краевой избирательной системы отмечается ежегодно 20 ноября. Он приурочен к дате проведения первых выборов в законодательное собрание Краснодарского края первого созыва, которые состоялись в этот день в 1994 году. В Сочи отремонтировали 15 спортплощадок. Большая часть из них находится на территории школ. Площадки были построены по краевой программе несколько лет назад и уже нуждались в благоустройстве. Теплый ноябрь не загоняет детей в зал. Уроки физкультуры в 15-й гимназии днем проходят на улице. Теперь на благоустроенной спортплощадке. Ее построили 5 лет назад. За эти годы здесь провели сотни уроков и турниров. По покрытию пробежали тысячу детских ног. Естественно, площадка уже нуждалась в ремонте. Ее обновили капитально, сделали ограждение, новое покрытие, установили ворота, нанесли разметку. Есть острая необходимость в данной площадке. В этом году у нас был введен новый дополнительный корпус. Количество детей непрерывно растет. Из планируемых четырех первых классов в этом году мы набрали семь первых классов. Поэтому эта площадка у нас сейчас эксплуатируется фактически круглые сутки. Даже уже сегодня, в ноябре месяце, у нас проводятся здесь уроки физкультуры. Начиная со второго, с третьего урока, когда уже солнце выходит. А когда заходит, над площадкой зажигают фонари. Их установили во время ремонта. После шести вечера, когда уроки заканчиваются, сюда приходят жители микрорайона Макаренко. Она открыта для всех желающих заниматься физкультурой. Новую жизнь получила и спортплощадка на Донской, на территории 12-й школы. Площадка вообще была построена в 2008 году. Понятно, что за 11 лет она произносилась. И вот этим летом, в 2019 году, произвели капитальный ремонт этой площадки. Здесь было повреждено покрытие. У нас было полиуретановое покрытие. Понятно, что за 11 лет оно пришло в негодность. Здесь пришли в негодность стойки баскетбольные, ворота, ограждения. То есть все это было отремонтировано. Теперь заниматься спортом стало еще комфортнее. Говорят дети, на уроки физкультуры они не идут, а бегут. А еще здесь тренируется секция по волейболу и футболу. Я лично очень доволен, потому что раньше тут было очень старое покрытие. Сейчас тут песок и искусственная трава. Сейчас, когда здесь бегаешь, даже приятно. Почему-то на открытом воздухе проще. Да, быстрее бегать. Капитально отремонтированная площадка стала большим подарком не только для школы, для всего микрорайона. Сюда по вечерам приходят жители соседних домов. Конечно же, очень важно, чтобы площадки приходили к людям, сами площадки были максимально доступны, чтобы можно было в любом районе, в любом микрорайоне просто выйти на улицу и за 3-5 минут дойти до любого объекта физической культуры и заниматься спортом. И тогда, я думаю, благодаря этому, конечно же, все больше и больше количества сочинцев будут предпочитать заниматься спортом. Всего в Сочи за последние годы построили 47 таких спортплощадок. Большинство на территории школ. Их строили по краевой программе. Пока обновили и благоустроили 15. В течение ближайших двух лет в планах обновить и остальные. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Как сделать внутренний туризм востребованным и доступным? Это ключевой вопрос, который будут обсуждать в ходе Международного туристского форума. Он пройдет в Сочи 21 и 22 ноября. А сегодня об этой проблеме говорили эксперты Объединенных советов Ростуризма и Росавиации. Совместное заседание прошло в санатории «Знания». 45% россиянцев последние пять лет не выезжали за пределы своего региона. Такие показатели говорят о явных проблемах внутреннего туризма. Путешествия хотя бы по городам своей страны требуют больших затрат. И для большинства людей просто недоступны. И речь идет не только о стоимости билетов, но и логистики. Это вопрос транспортной доступности. Чтобы из как можно большего числа городов нашей страны в Сочи были прямые рейсы. Чтобы не приходилось летать с пересадками, с большими сложностями и перерывами в транспортных узлах. И самое главное, конечно, чтобы цены на авиабилеты по меньшей мере в период низкого сезона, речь идет примерно о 8 месяцах в году, были намного более доступны, чем сейчас. Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех курортных регионов России. Тем не менее, большое количество туристов не могут приехать на отдых в Сочи. Труднее всего приходится пенсионерам. И благодаря проекту, реализованному в санатории «Знания», людям серебряного возраста лечебно-оздоровительный туризм стал доступным. Сейчас востребован спрос на здоровье. Особенно, конечно, это лица зрелого возраста и старшего возраста. И, в принципе, «Знание» вышло такой хорошей инициативой поддержать этот проект, сделать его очень доступным для пенсионеров. И, в принципе, я думаю, у него очень хорошие шансы. Кстати, конференция по доступности отдыха на лечебных курортах Краснодарского края впервые проходит в рамках форума «Декада зрелого возраста». Он проводится в санатории «Знания» уже 5 лет и ежегодно обеспечивает заполняемость и самого санатория и соседних гостиниц на 100%. Ну а на более масштабном уровне вопрос привлечения туристов в межсезонье уже рассматривается экспертами. Возможные пути решения будут приняты по итогам Международного туристского форума в Сочи. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Цифровая и микроскопная стоматология стала доступной для сочинцев. Современные технологии используются в клинике Куликовского как в хирургии, так и в профилактических целях. В том, что до идеальной улыбки всего несколько шагов, убедилась наш корреспондент. Найти своего стоматолога очень трудно, но крайне необходимо, поскольку речь идет о здоровье и одновременно красоте. Больные зубы могут привести к нарушениям во всем организме. Кроме того, состояние зубов влияет и на первое впечатление при знакомстве. Правильное лечение и безусловную эстетику гарантируют специалисты стоматологической клиники доктора Куликовского. Мы предлагаем все виды услуг от профилактики стоматологических заболеваний, касаемо профессиональной чистки зубов, также терапевтическое лечение, ортопедическое лечение, имплантация, в принципе, все виды услуг, которые необходимы для поддержания здоровья полости рта. В этой клинике собрано все лучшее – от специалистов до оборудования. Здесь используются современные технологии. Большое внимание уделено цифровой и микроскопной стоматологии. А сейчас мы будем снимать над и под десневые зубные отложения ультразвука. Очень важно это делать под увеличением, под дентальным микроскопом. Так, с помощью микроскопа проводится чистка зубов. Для диагностики используется самый точный метод – компьютерная 3D-томография. Она позволяет выявить все нюансы отклонений в состоянии зубов и десен и подобрать верный способ лечения. А на этапе планирования поможет компьютерное моделирование. Это дает возможность не только увидеть, но и примерить на себя результат работы еще до начала лечения. Стоматологии доктора Куликовского не стоит бояться и хирургического лечения. Мы его сделали малоинвазивным с помощью использования операционного микроскопа, достаточно точным с помощью компьютерных технологий. И это обеспечило нам возможность создавать действительно эстетические работы. До идеальной улыбки не так далеко стоматология доктора Куликовского находится в центре Сочи по адресу улица Московская, 27, 3 этаж. Работает ежедневно и в любое время суток. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова